Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. А все нарушители привлечены к административной ответственности. Полицейские напоминают, за розничную продажу несовершеннолетнему алкоголем нарушителю грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Должностное лицо в случае нарушения обязано заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическое от 300 тысяч до полумиллиона. Причем за повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. В полицию Кунгурского района с заявлением об угоне обратился мужчина. Он рассказал, что несколько часов назад от его дома, находящегося в деревне Шарташи, неизвестным мужчиной был угнан автомобиль марки ВАЗ. После оперативного вмешательства сотрудники ГИБДД обнаружили указанное авто. Находился на тот момент автомобиль буквально в тысячи метров от места преступления. Как оказалось подозреваемым, оказался 40-летний мужчина, нигде не работающий и ранее судимый, находящийся также под административным арестом. Сейчас по делу об угоне возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. С 1 июля произошли изменения в пунктах федерального закона об охране здоровья граждан и об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Новшеством стало то, что кунгуряки смогут получать не только привычный бумажный больничный лист, но и листок нетрудоспособности в электронном варианте. Все необходимые сведения для оформления больничных и уже готовые электронные документы будут размещаться в единой интегрированной информационной системе «Соцстрах». При согласии нетрудоспособного на размещение электронного больничного в «Соцстрах» поликлиника будет направлять туда запрос на выдачу электронного листка. При этом вся информация должна быть идентична той, что расположена на бумажном документе, как и порядку его заполнения. Работодателю об электронном больничном должен сообщить сам работник. Тот, в свою очередь, также направляет необходимые сведения для заполнения листка в «Соцстрах». Электронный вариант имеет равную юридическую силу с привычным листком нетрудоспособности. В дальнейшем планируется полный переход на электронное больничное. Основное его преимущество в том, что такой документ нельзя подделать, испортить, либо потерять. 8 июля на Соборной площади состоится праздничное мероприятие «День семьи, любви и верности». Здесь кунгуряки и гости увидят чествование лучших семей города. Кроме того, всех ждет концертная программа с участием лучших коллективов кунгура. Традиционный флешмоб «Парад невест» в этот день снова актуален. Необычные мастер-классы, такие как свит-дизайн, макияж, прически, фриволити, плетение венков, не оставят равнодушной ни одну леди. Для самых маленьких будет организована детская площадка с аквагримом, веселыми конкурсами и фотозоной. Также состоится фотосушка «Все о любви». Напомним, праздник состоится 8 июля на Соборной площади. Старт в 15 часов.